Детский сад номер 34 на улице Клубничной – наследие советского периода. Мозаичные стены фасадов не видели ремонта со дня постройки. Хотя во внутренних помещениях работы проведены. Оборудованы и игровые зоны для детей. Сегодня в детском саду за счет поддержки шефов обновляют наружные стены корпусов, проведут благоустройство зеленых зон, обновят и детские площадки. 15 июня мы планируем сделать 1100 квадратных метров фасада, то есть отбить старую плитку, провести укрепительные работы. В 110 детском саду на улице Гранатный глава города побывал еще в прошлом году. Проблем на тот момент было немало. Долгое время они не решались. Но благодаря поддержке сочинских единороссов дом для нескольких сотен юных сочинцев превратился в настоящий дворец. Работой шефов мы очень довольны, потому что у нас заменили все окна. Сделали нам красивый большой медицинский блок, туалет, изолятор. Процедурную, медицинский кабинет, сделали коридоры, сделали вот эту замечательную изо-студию, где занимаются дети и всем очень-очень нравится. Полностью преобразился и детский сад номер 79. Рисунок на фасадах корпусов, говорит заведующая, разрабатывали совместно с меценатами. Работы проводила строительная компания «Альпика». Заменили здесь также водостоки и карнизы. Фасад очень красивый. Дети всегда бежали в этот детский сад. А благодаря такой красоте они еще больше побежали в свой любимый детский сад. Приводим к единому архитектурному облику все наши учреждения. Если мы внутри в состоянии сделать самостоятельно, то фасад, конечно, и территория – дело неподъемное. Поэтому социально ориентированные шефы предлагают свою помощь. Есть такие, которые полностью могут сделать фасад. Работа эта не на один миллион. Работа достаточно трудоемкая. Упор делается на эстетику и на безопасность, конечно. Фасад логопедического детского сада номер 40 отремонтировали еще несколько лет назад. А вот забор по всему периметру территории появился благодаря шефской поддержке. Установили здесь и экраны. Планируют шефы обустроить и веранду для малышей. И такая работа, говорит глава города, должна становиться примером для участия в социальных проектах. Это очень хорошая традиция в городе Сочи, которая уже на протяжении 7 лет существует. Это когда за каждым детским дошкольным учреждением закреплен шеф. Чаще всего это строители, которые в городе Сочи занимаются строительством. И задача шефа – это всячески поддерживать детские дошкольные учреждения в очень красивом виде. Вот это принципиальная наша позиция, чтобы детские дошкольные учреждения и школы были всегда просто в великолепном хорошем состоянии. Сегодня многие социальные объекты благоустраиваются. И это положительный пример, отмечает Анатолий Пахомов, на который должны ориентироваться горожане, поддерживая в чистоте, в том числе дворы, придомовые и частные территории. Рината Шипулина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.